So, what is happiness for you? Продолжаем обсуждать вопрос о септике и антисептике в грибоводстве. И вот антисептические средства, сейчас мы только что закончили уже относительно применения хлорки, вот этой стандартной, которая продается в магазинах. То есть, это вещество не несет никакой полезности, и мое личное мнение, что пользоваться им не стоит. Сразу перейдем к следующему вопросу. Первое, что задают, ну, все люди знают, все рано или поздно когда-то получали уколы, все знают, что обрабатывают какие-то, ну, в медицинских там учреждениях или места произведения инъекций, обрабатывают спиртом. И люди сразу задают вопрос, а можно ли использовать, например, для обработки спирт. Скажу на этот вопрос таким вот образом. Можно, не звучит в плане того, что я дам разрешение на это или не дам разрешение. Можно, конечно, что можно. Вы можете использовать все, что угодно. Если у вас позволяет возможность, у вас есть множество, там, какое-то количество этого спирта, у вас не находится ни в него другого применения, и вам нужно что-то обработать, вы можете им обрабатывать. Но я скажу сразу, что спирт это более такой лабораторный препарат или средство, которое больше будет использоваться в лабораторных целях, но в больших количествах на грибном хозяйстве, когда вам придется обрабатывать, например, огромные поверхности, где будут складироваться грибы, или вам нужно будет обрабатывать помещение, или вам нужно будет обрабатывать одежду. Ну, ясно, что там десятки литров спирта вы не будете использовать, с одной стороны. Ну и, скажем так, если это помещение хорошо обработать таким же спиртом, и оно еще там будет закрытым, то, я думаю, даже вдыхая вот эти пары, вам уже будет хорошо. То есть, вообще, применение спирта для таких целей вполне оправданно и возможно, но ввиду определенных моментов, но это не совсем то, что будет применяться в грибном хозяйстве. То есть, нужен более эффективный, более дешевый препарат, и, в принципе, так сказать, что сам эффект у спирта, он более является таким, более бактерицидным, чем бактериостатическим, чем бактерицидным. То есть, воздействуя спиртом на споры, ну, не совсем я уверен, что будет получаться хороший, эффективный результат. Ну и, скажем так, подведем итог вообще вот этого разговора, о применении спиртом грибовоза, то есть, его применять можно, если вы будете готовить, например, по стерильной технологии грибные блоки, или будете делать какие-то вещи. Таким образом, значит, применение спирта вполне возможно, если у вас есть какие-то количества, которые вы можете использовать, вы можете им обрабатывать. Если вы делаете там стерильные блоки, обработаете поверхность, и, естественно, понимаете, что работаете вы в перчатках, перчатки обрабатываете тоже, там рабочая поверхность и так дальше. Но спирт, спиртом, ну это не, как я уже повторюсь еще раз, это не совсем грибовозческое средство. То есть, мы будем применять все-таки некоторые средства, которые намного эффективнее, намного лучше и намного дешевле в таком вот плане. И одним из таких средств, на котором я сейчас буду особо и полно останавливаться, и сейчас буду осветлять, это средство является Лизо Формин 3000. Приблизительно выглядит он вот таким вот образом. Вот такая вот бутыль, в которой находится 1 литр. Спасибо.